Приветствую вас. Добальное непринятие и стыд, которое вы описываете, идет, безусловно, у вас от родителей, от мам. И я думаю, что дело здесь не в том, где вы живете, как вы живете, сколько вы получаете и так далее. Дело здесь в нескольких вещах. Первое, это в том, что вам интересно, что вы хотите делать, чем вы вообще хотите заниматься по жизни, что вам нравится, вот, и, соответственно, акцент делать на этом, а также на раскрытии своего потенциала, опять же, не важно, как это будет развиваться по времени и так далее, вот. Второе, это принятие себя, таким, какой вы есть. И третье, это отказ от сравнительного мышления. Потому что сейчас то, что вы делаете, это, в сути, сравниваете себя с другими людьми и завидуете. Зависть, это хорошее чувство, оно мотивирует, оно стимулирует, но, опять же, оно, как любое чувство, имеет определенного рода грабацию, оно имеет определенного рода, значит, степени, и, соответственно, если вы, ну, в этих степенях ушли куда-то в бок, да, куда-то вот в сторону, то вам, опять же, будет плохо. Значит, так же, так же, у вас есть склонность перекладывать ответственность за то, что с вами происходит, на карму, на мироздание, вселенную и прочее. Что тоже, на самом деле, достаточно серьезно мешает находить выход из того, что у вас сложилось. Эти моменты, момент обретения своего собственного смысла, формирование ценностного аппарата, принятие себя и отказ от сравнительного мышления, являются основными, что мешает вам сейчас двигаться дальше. В основе лежат комплексы, в основе лежит стыд, ну, как бы это и есть, собственно, непринятие себя, да. Но, по большому счету, большому счету, что касается сравнивания себя, то здесь идет недостаток именно знания о мире и о том, как он устроен, а знания глобального мира, как он устроен, потому что для вас почему-то мысль о том, что у каждого человека свой путь, у каждого человека свои способности, и каждый человек по-разному пришел к тому, что у него есть, является пустым звуком. То, что вы видите, то, что вы видите, ну, например, у других людей, вами идеализируется в силу того, что вы хотите того же самого, но вы не понимаете, и вы не знаете, и самое главное, вы не можете знать, как люди к этому пришли. Поэтому тут, вот опять же, речь идет о том, что для вас материальное состояние, материальное благосостояние имеет слишком большие значения. И вы не довольны тем, что вы сейчас имеете. В некоторой степени это хорошо, что вы не довольны тем, что вы сейчас имеете. Я думаю, что это здорово, что вы не довольны тем, что вы сейчас имеете. Но вы крайне негативно используете это неудовлетворение. Вместо того, чтобы просто смотреть, а чего же я могу достичь, то есть просто конкретно наблюдать, с чего я могу достичь, с чего я могу добиться, вот. Где та вот, например, грань, да, где та, например, планка, которую я могу достичь, и достигнув которой я пойму, что вот это мой предел. Вместо этого вы тратите огромное количество своей энергии на то, чтобы сравнивать себя с другими людьми. А поскольку вы не являетесь другим человеком, а вы являетесь собой, то и не получается у вас чего-либо добиться. У нас только тревожиться и переживать по поводу того, что вы это вы, а не кто-то другой. Таким образом, отвечая вам на вопрос, что такое бедность, жизненный урок, жизненный порог или урок, я скажу так, что бедность это оценочное осуждение человека о своем материальном благопостоянии. Так как любое оценочное осуждение, оно является субъективным и очень неистинным. В бедности, как таковой, нет. Есть соответствие человеку, его уровню благосостояния. И если вы считаете или чувствуете, что то, как вы сейчас живете, вам не соответствует, все, что вам нужно, это продемонстрировать, что это действительно так. В определенном случае, вы просто отказываетесь принимать то, что вам дано в силу вашего существования. Я бы, конечно, зафиксировал бы здесь экзистенциальный кризис в некотором смысле, но не уверен, насколько сильно он влияет на вас. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. В принципе, вы не формируете свой запрос к психологу. Совершенно точно психолог, именно психолог, не научит вас, как зарабатывать. За это отвечают коучи, вот. Но психолог может, да, и коуч же отвечает за организацию финансовой грамотности, вот. Но мне кажется, что какую-то часть знаний о финансовой грамотности, о приоритетах, о приоритетах в большей степени, о финансовой грамотности в меньшей степени, вы можете приобрести и от психологов. Опять же, нужен ваш запрос. Не вопрос, который вы спрашиваете просто, что такое бедность, пытаясь как-то объяснить себе свое неудовлетворительное существование. А именно вопрос, что я хочу изменить. Если вы чувствуете, что вы можете изменить, если вы чувствуете, что вы хотите изменить, если вы считаете, что, то вот где и как вы живете, это не ваше. Значит, нужно прикладывать усилия. Но усилия не могут быть направлены на то, чтобы получить какие-то блага. Усилия могут быть направлены только на это движение в некой более высокой цели. следствием которой и следствием стремления которой и является получение дохода. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok